МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. В праздник с многовековой историей в Цивильском районе открылась Тихвинская ярмарка. Купаться запрещено, чебоксарские пляжи закрыты на карантин. Народная сборная, спортсмены-любители вызывают национальную команду на товарищеский матч. Сегодня в Цивильском районе начала свою работу республиканская выставка «День поля». По традиции, именно здесь каждый год презентуют все последние разработки для сельскохозяйственной отрасли, технику и средства защиты растений. С ноу-хау «Агросфера» познакомились и мои коллеги. На этой выставке инновации на каждом шагу. В этом году современные разработки презентовали более 20 крупных поставщиков. На ноу-хау «Аграрии» делают ставку. Недавно на полях Цивильского района появилась вот такая модель опрыскивателя минеральными удобрениями. Это настоящий вездеход. Машина может начать работать даже ранее весной. Техника оборудована со всеми новейшими начинками. Это компьютер, который жидкости определяет на компьютере. Навигаторы, параллельное вождение. Все это здесь установлено. На выставке презентовали и специальные программы, которые в режиме онлайн контролируют работу аграриев. Что они сажают на полях и в каком месте. Программа функциональная настолько, что она показывает на каком участке, какого состава и качества находятся на текущем моменте почвы. А эти устройства приходят на помощь животноводам. Во время дойки специальные датчики отслеживают качество молока. Количество, качество молока, все его параметры качественные. Жир, белок, лактоза, кровь, заболевания, выявление заболеваний на ранней стадии. За коровами сейчас ухаживают и вот такие роботы. Один раз в день с утра заехал кормораздачник, раздал корм, и потом после этого он каждый час автономно выезжает и подвигает корма корове. Когда он выезжает, он начинает пикать, привлекает внимание к корове, корова встает, начинает больше есть. На опытном участке аграриям презентуют перспективные культуры. Сейчас здесь проходят испытания новых сортов гороха, овца и сои. В целом, сои не хватает, конечно, сои нужна. Сой, да, огромный рынок, потребительский рынок, огромный, его на экспорт подают на сегодняшний день производители. Конечно, рискованная культура для нас, но с учетом глобального потепления, люди должны идти на риски. Глава республики отметил, что в первую очередь государственная поддержка будет оказана эффективно работающим хозяйством. Только в этом году на развитие отрасли из федерального бюджета выделят более 200 миллиардов рублей. Аграрии должны грамотно расставлять приоритеты. И касаясь уже тенденций импортозамещения, вы знаете, решения волевые приняты, санкции продлены со стороны Российской Федерации вплоть, включая 2017 год. И наша с вами задача завоевывать новые рынки, новые потребительские рынки, чтобы продукция Чувасской была представлена не только в регионах по Волжье, но и в больших городах-мегаполисах Российской Федерации. Но сейчас перед аграриями стоит задача собрать богатый урожай. Провести работы качественно и в срок помогут инновационные разработки. На выставке «День поля» уже подписаны первые контракты. Митрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика. Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало очередной рейтинг глав субъектов России в июне 2016 года. Михаил Игнатьев входит в группу губернаторов со значением «Сильное влияние». Среди глав регионов ПФО Михаил Игнатьев на седьмом месте. Рейтинг основан на экспертном опросе политологов, журналистов, медиаэкспертов и политтехнологов. Эксперты оценивают влияние глав регионов на федеральном уровне. Сегодня в Цивильске вновь открылась Тихвинская ярмарка, праздник которого ждут ровно год и так на протяжении сотен лет. Но в этот раз привычный сценарий внесли изменения. Какие – в нашем сюжете. История Тихвинской ярмарки насчитывает не один век. А сколько – никто точно не знает. Кажется, она была здесь всегда. Каждый год в июле сюда съезжались ремесленники и мастеровые, чтобы показать свой товар. Все, что должно быть в сельском обиходе, можно найти здесь. Но больше всего людей привлекает атмосфера праздника, где можно повеселиться от души, увидеть старых друзей и познакомиться с новыми. В этом году, помимо традиционных подворий сельских поселений Цивильского района, в гости приглашали и национальные диаспоры. На Цивильской земле, как и во всей Чувашии, проживают представители многих народов бывшего Советского Союза. Они строят дома, создают семьи, растят детей. Дружба и добрососедство – главное, чему мы должны научиться у своих предков, приумножив хорошие традиции. Одна из них – Тихинская ярмарка. Вы сегодня в очи убеждаетесь в том, насколько эта ярмарка востребована в современном мире, современной России, современной Чувашии. Очень много предпринимателей, очень много достойных людей, которые на самом деле занимаются своим любимым делом. И уникальная культура каждого народа, который даже представлено сегодня здесь, является неотъемлемой частью многогранной культуры нашей любимой Российской Федерации. Как обычно, к Тихинской ярмарке приурочили и праздник окончания посевных работ. На Катуе принято подводить итоги, а поработали цивилияне неплохо. Яровой сев проведен на площади 19 550 гектаров. В том числе, яровые, зерновые и зерновобовые культуры посеяны на площади 15 000 гектаров. По оперативным данным, вся посевная площадь во всех категориях хозяйств составляет 35 600 гектаров, или 102% к уровню прошлого года. Несколько дней Тихинская ярмарка ждет гостей. Здесь будут покупать и продавать, отчаянно торговаться и скупать все не глядя. Но главное, здесь будет царить особенный ярмарочный дух, который заставляет людей каждый год в июле собираться всем вместе у стен Тихинского монастыря. Мы целый год готовились, ждали. Но передавать, во-первых, для нашего будущего поколения все традиции здесь показываются, все костюмы, яркие костюмы, даже те кувшины, те корзины, та же коса, они же должны передаваться. Посмотрите, какая энергетика сегодня царит на этой ярмарке. Люди разных национальностей, не взирая на статус, занимаемой должности, возраст, я как уже сказал, национальность, в единой семье сегодня возвращаются к своим истокам. Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика. В канун Дня Семьи, Любви и Верности в юго-западном районе Чебоксар прошел фестиваль «Вместе веселее», в котором приняли участие воспитанники столичных детских садов, их родители и воспитатели. На семейном празднике побывала и наша съемочная группа. На площадке перед 50-й школой выросло целое ромашковое поле в руках дошколят, символ грядущего праздника. Здесь собрались воспитанники пяти детских садов Чебоксар. Всего в мероприятии приняли участие более ста человек. За победу в конкурсах боролись 15 семей. Праздник не только повод повеселиться, но и узнать что-то новое. Взрослые рассказали малышам о семейных традициях и ценностях, а также об истории возникновения этого праздника. Педагоги отмечают, такие мероприятия необходимы. Именно с раннего возраста у детей формируется начальное знание о добре и справедливости, любви и верности. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. На радость детворей родителям в столичном парке Гузовского торжественно открылась новая детская площадка. Она стала подарком от депутатов Госсовета Чувашия Николая Угаслова и Андрея Углова к Дню Семьи, Любви и Верности. Депутаты Государственного Совета Чувашия Андрей Углов и Николай Угаслов пятый год активно взаимодействуют с руководителями ТОСов в своем округе, а также с представителями домовых комитетов. Был сформирован целый список наказов избирателей, который на сегодняшний день почти полностью реализован народными избранниками. А к Дню Семьи, Любви и Верности депутаты подарили жителям округа замечательный игровой комплекс стоимостью около 400 тысяч рублей. Это уникальное место, где люди гуляют, занимаются каждое утро. На зарядку дети, взрослые, все сюда ходят. Я сам сюда приходил даже. В рамках программы благоустройства дворов и дворовых территорий в московском районе города Чебоксара Это уже 23-я детская площадка в этом году. Перерезав символическую красную ленту, дети и родители поспешили оценить новый игровой комплекс. Порадовали уличные тренажеры и качели. Отремонтированы крыши беседки и восстановлен тротуар. 70 детских площадок построены в этом году в столице Чувашия. Активную позицию в деле благоустройства родного города занимают представители депутатского корпуса, отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Эти площадки уже функционируют, уже сделаны. Николай Федорович, Андрей Александрович, они пять площадок, но вот, наверное, эта самая крупная площадка они уже сделали. И перспективу планируют еще за счет собственных средств, личных средств. И это, конечно же, для нас, для руководства города, это очень важно. В ближайшей перспективе в планах городских властей превратить рощу Гузовского в настоящую парковую зону. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Внимание! На Чебоксарских пляжах купаться запрещено. Инженерная защита проверила воду и песок. Выяснилось, что они не соответствуют нормам СанПИН. Соответствующие организации должны принять меры для предотвращения возникновения эпидемий, передающихся водным путем. Специалисты инженерной защиты Центра гигиены и эпидемиологии Чувашии будут регулярно брать пробы песка и воды на проверку по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям. Ограничения будут сняты тогда, когда вода на Чебоксарских пляжах будет соответствовать нормам. Последний забор воды был проведен 5 июля. Управление Роспотребнадзору по Чувашии должно принять решение о состоянии городских пляжей. Пройти мастер-класс по работе с новейшим оборудованием, повысить квалификацию и даже получить новую востребованную строительном рынке труда специальность. Такую возможность предлагает многофункциональный центр прикладных квалификаций «Умный дом» на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. О том, чему можно научиться в Центре, а также о новых строительных технологиях, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Сварщики, сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Иными словами, рабочей профессии, высокой квалификации. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, они всегда входят в топ-10 востребованных специальностей. Освоить эти профессии, повысить квалификацию, пройти переподготовку, научиться работать самым современным высокотехнологичным оборудованием предлагают в многофункциональном центре прикладных квалификаций «Умный дом». Его в рамках реализации майских указов Владимира Путина в 2014 году создали на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Отделением дополнительных образовательных услуг разработано более 52 рабочих программ по подготовке рабочим профессиям. Из них 32 профессии. Это непосредственно подготовка и переподготовка повышения квалификации работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики. В структуру центра входит несколько образовательных площадок. Одна из них учебно-производственный полигон «Умный дом». В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся ознакомиться с последними разработками в этой области. Особенностями процесса монтажа, эксплуатации, ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Про эти обучения здесь могут даже те, кто по профессии сантехникой не связан, но хочет разбираться в этом вопросе, к примеру, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля или изучить новинки. Работаю с варчиком. Сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию и газовые котлы, кондиционирование. И как бы на будущих может быть и в профессии поменяется. Это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом и экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма познавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домов уже стоят автоматизированные блочные управления, отопление и горячее водоснабжение. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. В лаборатории автоматизации инженерных сетей специалистов обучают управлять сетями дистанционно, то есть с одного пульта или места, программировать температурный режим в отопительный период. Здесь изучают контрольно-измерительные приборы и все виды датчиков. Для изучения современных энергосберегающих технологий в центре создана лаборатория альтернативных источников энергии. На территории техникума функционируют ветрогенераторы и солнечные панели. Они не только служат учебным пособием, но и частично обеспечивают центр электричеством. Еще одна образовательная площадка центра – учебный центр повышения квалификации техно-николь строительной академии. Здесь все желающие могут пройти обучение по использованию новых кровельных материалов и гидроизоляции фундаментов. Обучение проводится по следующим направлениям. Устройство плоских кровель из битумно-битумно-полимерных материалов, устройство плоских кровель из полимерных мембран, гидроизоляция строительных конструкций, устройство кровель с применением гибкой черепицы шинглос, утепление фасадов. Строительные темпы ежегодно растут, появляются новые строительные материалы и технологии. Наши специалисты и рабочие постоянно проходят обучение, в учебном центре. После обучения рабочих специалистов зарплата где-то на 15-20% повышается, потому что ускоряются темпы строительства и качество выполняемых работ. Группа для обучения формируется по мере набора. Вся информация о центре, учебных программах, стоимости и сроках обучения на сайте Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Два метра кирпичной кладки заменяет 174 миллиметра под теплоизоляционным свойством. Частный дом, гараж, теплая дача, здание склада, магазина, офиса или придорожного кафе. Все это с учетом всех ваших пожеланий и по доступной цене может соорудить строительная компания САРЭКОСТРОЙ. Возможности фирмы в данной сфере практически безграничны, а значит вы сможете воплотить в жизнь самые смелые идеи и заказать дом своей мечты. В три раза долговечнее деревянных, в четыре раза прочнее каркасных и в восемь раз цеплей, кирпичных и бетонных. Все это о домах, построенных по канадской технологии из так называемых СИП-панелей. За вот эти полтора года, которые мы работаем в Чувашии, мы уже построили 18 домов совершенно разных, с кирпичной облицовкой, с сайдингом, то есть различные варианты, то есть каждому своему заказчику мы подбираем индивидуальный подход по зависимости от его возможностей. Что касается основных опасений людей по поводу мышей, в этих домах не живут мыши. Мы даем на эту гарантию и готовы в том числе дать вам за каждую мышь, показанную, что она живет в СИП-панели, по 20 тысяч рублей. То есть мы просто таких гарантий не даем. В таких каркасно-панельных домах тепло даже в лютые морозы и всегда уютно. Темпы строительства как минимум в 20 раз быстрее традиционных методов, что никак не сказывается на качестве. А стоимость этого дома по подсчетам экспертов на 30-40% ниже, чем дома из кирпича. Да и счет за коммунальные услуги порадует любую хозяйку. Жить в таком доме намного выгоднее. Только затраты на отопление в 5-6 раз меньше, чем в стандартном кирпичном доме. Практика показала, что в период постоянного роста цен на теплоресурсы подобное здание полностью себя окупает в течение 10 лет только по экономии средств на обогрев. Затраты минимальные получаются на отопление. Тепло очень. Теперь вода есть, канализация есть. И вот это вот такая возможность этой технологии, что вот смотрите, второй этаж сделали и живем. Первый этаж потихонечку делаем. То есть процесс строительства продолжается, а комфорт жизни уже есть. Нас уже тут ничто не тяготит, нам тут ничто не мешает жить. Так что только положительные эмоции, конечно, довольны тем, что именно по такой технологии был дом сделан, построен. Ну и так скажем, что наши ожидания оправдались. Сейчас в Чувашии дома из СИП-панелей пользуются особой популярностью. Вот уже 8 лет компания Сарэкострой работает на строительном рынке. За это время фирма зарекомендовала себя как профессионал своего дела. С каждым годом количество домов, построенных компанией, увеличиваются в разы. Растет и число желающих приобрести дом из сэндвич-панелей. Только в Чувашии за два года компания быстро и качественно возвела 24 дома. Хотите экологичное и экономичное жилье? Звоните 8 962 321 0091. Кстати, строить здание по канадской технологии можно круглый год. сэндвич-панели 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 Especially кремл-панели сэндвич-панели сэндвич-панели